Доброе утро, ребята! Доброе утро! Приветствую вас сегодня в четверг. Есть у нас, конечно же, итоги чего подвести, поскольку вчера выдалась довольно-таки интересная сессия, учитывая важные макроэкономические события в США и статистику. Ну а по всем давайте по порядку. Начнем традиционно с российской валюты, с нефти и российского фондового рынка и параллельно еще коснемся основных и новостных поводов, характерных для России. Рубль на текущий момент продолжает торговаться в районе 57 с небольшим, если посмотреть на нефти, а в целом там тоже проторговка в несколько долларов, но все равно нефтяной актив продолжает держаться в диапазоне 55-58 долларов. Все прекрасно понимают, что сейчас рынок находится в состоянии ожидания, поскольку на рынке с точки зрения новостных поводов вот-вот должна появиться самое, что не наесть бомба. И она, разумеется, будет характерна прежде всего для нефтяного рынка. И если мы говорим про нефть в таком, скажем, ключе, разумеется, соответствующей динамике сможем дождаться и касательно поведения российской валюты. Что касается рубля. Налоговый период все в истории, уже не возвращаемся к этому моменту. Рубль теперь при всем желании никак не может воспользоваться поддержкой локального спроса на рублевую ликвидность и не может надеяться на соответствующую поддержку за счет продажи экспортной выручки ключевыми российскими экспортерами. Все. Будете переждать следующего налогового периода, поэтому сейчас мы снова возвращаемся к оценке перспектив поведения нефтяного актива. Снова возрастает корреляция и, в принципе, это понятно. Насколько вы знаете, ключевым событием для нефтяного рынка сейчас являются продолжающиеся переговоры между Ираном и международными партнерами по ядерной программе. С одной стороны, партнеры требуют прекращения разработки ядерного оружия со стороны Ирана. Соответственно, Иран взамен требует преференций, связанных со снятием финансо-экономических санкций, которые позволят развязать им руки и выйти на рынок энергетических ресурсов с одним миллионом баррелей нефти в сутки. Это потенциальная добыча. Переговоры продолжаются уже несколько дней. Вчера, насколько вы также прекрасно могли заметить по бренду, ближе ко второй половине дня нефть продемонстрировала такой резкий толчок вверх, укрепительная сессия, восстановительная сессия. Она была связана с тем, что соглашения по-прежнему нет. Если нет соглашения, значит нет вероятности того, что Тегеран сможет выйти на рынок энергоресурсов с поставками в один миллион баррелей в сутки. Последний комментарий со стороны министра иностранных дел Лаврова, который отметил, что по многим пунктам достигнуто взаимопонимание, достигнут консенсус и соглашение. Но есть еще локальные камни преткновения, которые не позволяют еще закрыть сепу. Сразу после этого дал соответствующий комментарий и непосредственно министр иностранных дел Исламского государства, сообщивший о том, что до тех пор, пока не будет точно определена дорожная карта с четкими рамками временного характера снятия санкций, они не будут подписывать эти соглашения. Фактически Тегеран снова повесил этот вопрос касательно возможности достижения соглашения. И рынок абсолютно логично отреагировал восходящим движением. Но если посмотреть на общее позиционирование, в целом по-прежнему большинство экспертов сходится во мнении, что компромисс со соглашением все-таки должно быть найдено. И переговоры продолжатся сегодня. Может быть, этот основополагающий момент в качестве инфоповода станет реальностью для рынка вот уже в ближайшие часы. Поэтому, если соглашение будет достигнуто, по нефтяному активу мы будем наблюдать абсолютно противоположные движения. Нефть снова стремится ниже 55 долларов за баррель и пойдет к той отметке, которую мы определили ранее. Это около 50. В частности, здесь можно снова вернуться к прогнозам Банков Америка, предполагающие, что вполне возможно, учитывая общую ситуацию и динамику нефтяных ресурсов, можем увидеть уровень и ниже 50 долларов за баррель. И в качестве еще одного аргумента, который они заложили в основу аргументации своей позиции, это вчера, последняя публикация данных по запасам нефти в США. Напомню вам, что по API в начале этой недели мы снова увидели рост запасов в США, вчера официальный отчет от Минэнерго и снова увеличение запасов свыше, чем на 4,5 миллиона баррелей. Соответственно, еще один фактор, усиливающий общее гиперпредложение на рынке, и поскольку мы с вами еще анализировали данные по Китаю, можем смело бить еще и с другой стороны касательно отсутствия соответствующего спроса. Поэтому сейчас краткосрочно, разумеется, поскольку тема очень интересная, тема очень важная для нефтяного ресурса, для, в принципе, возможности увеличения потенциального предложения на рынке, краткосрочно продолжающиеся переговоры это ключевой фундаментальный факт. Что касается среднедолгосрочных идей, здесь в любом случае сейчас Brent, WTI не за что зацепиться, чтобы всему рынку во всеуслышание сообщить о том, что пик нисходящих коррекционных уровней уже пройден, дно нащупано и можно продолжать полномерное восстановление в район 70-75, пока этому точно не бывать. Нет фундаментальных предпосылок до этого, поэтому нет и соответственно идей, которые направлены на покупку нефтяного актива. Что касается дополнительного инфоповода со стороны российского рынка, точнее со стороны Всемирного банка, но посвященный этот инфоповод перспективам российского рынка. Вчера Всемирный банк в очередной раз пересмотрел прогнозы по темпам экономического расширения российской экономики. И если раньше, учитывая те проблемы, с которыми столкнулась Россия, с их стороны был обозначен риск рецессии в 2,8%, то сейчас они сообщают о том, что рецессия в России может вплотную приблизиться к 4% в 2015 году. Если посмотреть на другие параметры политики и экономического строя, это отток капитала также очень большой, даже не буду произносить вам эту цифру, чтобы не пугать. Вы прекрасно знаете, что и так с этим показателем сейчас в российской экономике не все складывается хорошим образом. А другие параметры – это длительность санкций. Всемирный банк полагает, что даже, возможно, очевидный прогресс на юго-востоке Украины, и как показывает практика последних недель, это действительно так, не является аргументом для того, чтобы общественность, прежде всего Запад, пересматривали свою антироссийскую санкционную политику. Мы прекрасно знаем, что санкции сохраняются, даже периодически обсуждаются вопросы касательно новых рестрикций в отношении России. Но эти санкции сейчас есть стопроцентная уверенность в том, что будут длительные для российской экономики. Поэтому Всемирный банк прогнозирует, что санкции продлятся вплоть до 2016 года. А значит, если это будет так, именно так оно и будет, как минимум. Значит, российский рынок по-прежнему будет испытывать серьезные проблемы, связанные с ограниченным доступом на международные рынки заимствования капиталов, будет испытывать серьезные проблемы с ликвидностью. И все это будет сказываться, разумеется, на более слабых темпах экономического роста и провоцировать соответствующие катастрофические показатели по дефициту бюджета. Даже по самым скромным подсчетам, дефицит бюджета в 2015 году в России может оказаться в районе 5%. И пока сдержать его разрастание никак не удается. Мы прекрасно знаем с вами, что обсуждаются темы касательно секвестра государственных расходов, но пока еще каких-то консенсусов и прорывных решений по-прежнему нет. Знаем, что вроде бы как должны сократить на 10% государственные расходы, но что-то пока не сокращают. Поэтому в целом российский рынок продолжает испытывать серьезные трудности. И возвращаясь к вчерашней, точнее позавчерашней формулировке Кудрина, отметившего, что второй квартал для российского рынка станет настоящим испытанием. Те, кто списал девуляционные и высокие инфекционные ожидания, я думаю, что сделали это весьма преждевременно, потому что, учитывая опять же весь тот фонд, который мы анализируем с вами в каждодневном порядке, риски не уходят в историю, они являются актуальными и сохраняют свой негативный эффект для российской экономики в целом. Поэтому сейчас, говоря все-таки про рубль и про косочные ожидания, ждем конечного, окончательного решения по тегеранскому вопросу, по ядерной программе. Поэтому два сценария. Менее вероятность, что соглашение не будет достигнуто. Если не будет достигнуто, то нефть сможет воспользоваться фактором фундаментальной поддержки. И рубль, в принципе, также постарается укрепиться до 53-х, может быть, даже 54-х. Куда больше вероятности того, что соглашение будет достигнуто, а значит, чтобы не повторять то, о чем я уже сказал в начале этого брифинга, нефть, напротив, окажется под серьезным давлением и окажется соответствующее давление на позиции российской валюты. Поэтому рубль у нас с большей вероятностью сейчас нацелен на возвращение в район 60 против американского доллара. Теперь переходим к европейскому активу. Вчерашняя торговая сессия. Локально посмотреть количество пунктов прироста против американского доллара там, вроде бы как да, больше интерес был. А сейчас спрос на европейскую валюту сохраняется. Пара евро-доллар торгуется выше уровня 1.18. И что же в итоге оказало поддержку главному валютному риску? Точнее 1.08. Прошу прощения. Что же в итоге оказало поддержку главному валютному риску? Вчерашний важный макроэкономический фон – это данные по состоянию американского рынка труда. ЭДП. По факту мы увидели очень слабый отчет, поскольку фактически число новых рабочих мест составило 189 тысяч. Это меньше прогноза и, что еще, наверное, важнее, меньше 200 тысяч, которые, так же, как и в индексах, у которых есть такой перевалочный рубеж 50, для рынка труда это 200, которые отделяют восстановление от спада в секторе. Кроме того, после слабых данных по состоянию американского рынка труда, вчера были ближе к концу дня опубликованы еще отчеты по производственному индексу от АСМ. Снова плохой отчет, уже второй важный макроэкономический риск, который отпугнул инвесторов от американской валюты. Разумеется, не сами отчеты оказали давление на позиции американского доллара и оказали соответствующую поддержку рисковым инструментам, а состояние американского долгового рынка. Если посмотреть, как реагировали многолетки американские, прежде всего, десятилетние бумаги, это ключевой барометр в определении поведения актива и состояния долгового рынка, то после публикации слабых отчетов десятилетки просели на 7 пунктов до уровня 1,86%. Поскольку доходность американских бумаг снижается, это, разумеется, оказывает соответствующее давление и на позиции американского доллара. Вот поэтому мы и видели вчера, что доллар-японская иена активно торговалась ниже 120 иен за доллар, риск пользовался соответствующей поддержкой. Следующим важным макроэкономическим отсчетом, это уже завтрашняя торговая сессия и, разумеется, данные по нон-фармпэрнсу. Есть общее представление, касающееся того, что если предварительный отчет ЭДП публикует плохую статистику, указывает на слабость в секторе, с большой долей вероятностью можно констатировать, что и официальная статистика от Министерства труда США, нон-фармпэрнса, окажется также плохой. Я хочу отметить, что действительно такая логика есть, когда-то на себя оправдывает, когда-то оказывается ложной. Очень часто показатели разнятся и, в принципе, в пользу как раз вот этого сценария я хочу предложить вам комментарии Локкарда. Это также один из голосующих членов ФРС, состоялась вчера его конференция, где он абсолютно в оптимистичном ключе высказался касательно американской экономики, отметив, что в принципе тех целей, которые раньше ставил перед собой, перед экономикой ФРС в плане экономического восстановления, они уже достигнуты. Поэтому американская экономика готова к тому, чтобы повышать процентные ставки. И напротив, промедление может принести куда большие риски, нежели, скажем, более ранний период повышения процентной ставки. И, в частности, Локкард обратил внимание на данные по EDP, сообщив о том, что в последнее время частное рейтинговое агентство весьма недооценивает общее состояние американского рынка труда. Я думаю, что в каком-то плане Локкард подготовил нас к возможности увидеть хорошие цифры уже от Министерства труда, то есть в эту пятницу нон-фарм-перлеса. Поэтому я считаю, что он оказался, он может оказаться прав, но, по крайней мере, нет оснований ему не доверять сейчас. Судя по последним прогнозам, которые поступали от него за последний год, вроде бы как оптимистичное высказывание с его стороны в адресе хорошего состояния американского рынка труда, оно, как правило, подтверждалось статистикой. Я думаю, что и сейчас он также попадет в цель, и этот аргумент, его комментарий можно использовать для того, чтобы подготовиться к хорошему отчету нон-фарм-перлеса в этот раз. Действительно, есть вероятность того, что пятничный отчет по состоянию американского рынка труда сможет с лихвой перекрыть негатив ADP и указать на более объективное, позитивное состояние данного сектора американской экономики. Конечно же, выбор за вами, делать ли ставку на прогнозы и комментарии Локкарта, верить ли в то, что статистика сможет оказаться позитивной для американского рынка, но я думаю, что попробовать можно, тем более, что в целом, говоря про перспективы доллара, не нужно цепляться за локальные слабые макроэкономические отчеты. Вы все прекрасно должны понимать, что, несмотря на локальные легкие разочарования, американская экономика по-прежнему остается самым динамично растущим регионом среди всех развитых рынков. Вряд ли мы найдем другую развитую площадку, которая показывает более стремительные темпы экономического ширины, тем более сохраняет вот этот восстановительный тренд. Поэтому, если американская экономика объективно чувствует себя неплохо, значит, это еще больше усиливает общий контраст между монетарными режимами, опять же, ФРС и других мегарегуляторах. В целом, это указывает на то, что если не сейчас, то завтра доллар снова будет одним из самых спросовых активов и снова вернет собственное расположение прежних быков, которые активно делали ставку на рост, в том числе и пары доллара и японской иены. Теперь перейдем к европейскому активу. Я специально сделал акцент на слабую макроэкономическую статистику вчерашнюю по доллару, поскольку именно она стала причиной ослабления американской валюты и локального спроса на европейский актив. Но, честно говоря, сейчас вы также не должны забывать о том, что рядом с евро сейчас находится очень негативный макроэкономический фонд, связанный с греческой ситуацией, поскольку до сих пор нет соглашения, нет договоренности с тройкой международных коридоров и очень важно, что нет договоренности тогда, когда на следующей неделе Греция должна будет рассчитаться с международным валютным фондом на сумму около 500 миллионов евро. Разумеется, этих денег нет. Если допустить, что эти деньги будут выделены из греческой финансовой системы в ущерб каким-то отдельным банкам, я думаю, что это еще больше приблизит потенциальный холлапс для греческого государства. Поэтому сейчас каждый день промедления, в буквальном смысле, от часы идут на счет, это серьезный прессинг для европейского актива. И в любой момент евро, несмотря на то, что сейчас пытается зацепиться за уровень 1.08, кстати, где торгуется евро сейчас? 1.08.14. 1.08.14. В любой момент может негативный фонд переграть эту ситуацию и отправить риск снова в район 1.07, может быть, даже еще ниже. К тому же, если мы сделали ставку на хорошие нон-фарм параллс, велика вероятность того, что негатив придет еще и со стороны американской статистики. Что касается австралийца, канадца, здесь, в принципе, все без изменений, поскольку мы с вами обозначили соответствующие риски в режиме ожидания по факту соглашений с Тегераном. Сейчас эти активы также представляют особый интерес, учитывая то, что за ними стоят сырьевые экономики. Ясно? Так, что касается вопросов, ребят, есть? Да, есть вопрос на нашем канале, просят освежить прогноз по золоту. Хорошо, открываем графики XAU и USD и смотрим, где торгуется сейчас. Учитывая, опять же, вчерашний слабый отчет, разумеется, золото не могло не воспользоваться позитивным для себя фактором. Я так понимаю, даже оказалось снова выше 1200 долларов. Сейчас этот уровень является очень важным с точки зрения отправной точки для дальнейшей динамики. Если делать ставку, опять же, на соответствующий макроэкономический фон, учитывая, как вчера золото отреагировало на ADP, могу сообщить вам, думаю, вы со мной согласитесь, что non-farm peril спеотичный смог доказать еще более определяющую роль для золота. Можно попробовать рисковый трейдинг касательно того, что занять длинную, точнее короткую позицию по золоту против американского доллара с возможностью возвращения в район 1185 долларов за тройскую умсу. И основание для столь негативного прогноза по золоту – это, конечно же, ожидания все-таки неплохих данных по non-farm peril, с которыми непременно коррекционным образом будут отыграны золото. Ясно? Так, еще хотел сделать маленькую ремарочку. До 10 апреля я буду отсутствовать, уезжаю в командировку на конференцию в Лондон, но уверяю вас, что наши брифинги продолжатся. Я подготовил вам небольшой сюрприз. Следующие брифинги проведут мои коллеги. И по уровню профессионализма и осведомленности о рынках они ничуть не уступают мне, а во многом даже превосходят. Поэтому спасибо за внимание. Ждем, конечно же, вопросов на нашем официальном канале. Подписывайтесь и оставляйте их под видео. Всего доброго, до свидания.